Астрон Рекса 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 Ну что, друзья, поехали. Давайте будем заценивать Астрон Рекса. Как я уже сказал, машина далеко не самая выдающаяся. Что-то, безусловно, прикольное в тачке есть. И все те, кто говорят, что это прям совсем хламина, я с ними не согласен. В любом танке в нашей игре можно найти что-нибудь интересное для себя, но поскольку вы все-таки на канале абсолютно честного мнения по поводу всего, что в игре происходит, и абсолютно честного мнения по поводу танков в первую очередь, то давайте будем говорить не только о плюсах, но, соответственно, и о минусах данной машины. Первым минусом данной машины является крайне посредственная подвижность. Я бы сказал, крайне некомфортная подвижность в бою по сравнению с другими многими барабанными машинами, которые позволяют вам нормально передвигаться по карте. Здесь, да, есть 52 км в час, но при этом всем, ребят, стоит отметить, что это крейсерская скорость, и с места Астрон Рекс, к сожалению, не срывается. И, допустим, тот же самый Бураск существенно превосходит Астрон Рекса в подвижности и в динамике. Это действительно факт. Второй существенный минус по данной машине – это отстрел снарядов через каждые 3,5 секунды. Да, вы вроде бы и можете за условные 7 секунд реализовать барабан в кого-нибудь, если будет в кого. Ну, а с другой стороны, для вас эта задача далеко не самая простая, потому что разница во времени в 1,5 секунды с тем же самым Бураском, который при этом имеет еще и на целых, сколько там, 60, по-моему, единиц разового урона больше, ну, это действительно существенно. Короче говоря, это что касается минусов. Ну, а давайте мы поговорим с вами и о плюсах. Первый плюс данной машины, по крайней мере для меня, заключается в том, что очень хорошее точное орудие. Этого у Астрон Рекса не отберешь никак. Второе, что стоит отметить по данной тачке – наличие в башне хоть какой-то брони. А для барабанной эстехи это, я бы сказал, находка. Но вот эти вот, блин, гадские 3,5 секунды, они действительно очень сильно раздражают. Я сейчас не успел в лорку закинуть третий снаряд. И это то, о чем я говорил в одном из своих видео по Астрон Рексу и по данному набору, который сейчас есть на продаже. Очень сильно бесит, когда ты можешь реализовать нормально только 2 снаряда из 3 имеющихся и последний снаряд не успеваешь реализовать по какой-то причине. Или потому, что у тебя соперника кто-то добрал вместо тебя. Или потому, что он куда-то успел отъехать как лорка сейчас. Короче говоря, вот это очень-очень сильно раздражает в боях. Сейчас остались 2 на 2. У меня есть возможность добрать экшен-икса. Единственное, что у меня еще целых 14 секунд перезарядки. Ну, попробуем куда-нибудь с толком данное время потратить. Короче говоря, ребят, если суммировать, то Астрон Рекс машина неплохая. Главное не стоять как вкопанный баран. И, в принципе, куда-нибудь как-то передвигаться на время перезарядки твоего магазина. Научиться пользоваться своим магазином и вовремя уходить на перезарядку, если не отбросили последний снаряд. Ну и помнить по поводу того, что у вас есть какая-никакая броня в башне, а значит периодически от башни чуть-чуть отыгрывать. Только, опять-таки, не как астолоп вкопанный на месте стоять где-нибудь за каким-то холмиком. А пытаться как-то вперед-назад ездить и немножечко башенкой мансить. Только не сильно. Что касается результативности. 2630 единиц урона. Я бы не сказал, что это было сложностью. Но, опять-таки, на большее рассчитывать не всегда приходится. Потому что не всегда получается реализовать возможности вот этого барабана. Который, как я уже сказал, за три снаряда дает 900 единиц урона. Ну а за два снаряда всего лишь 600. И это существенно. Первое место в команде по урону. Абсолютно не потея, абсолютно не надрываясь. Главное, на время перезарядки магазина не находиться рядом со своими соперниками. И, как подсказал в начале бой, когда я сделал один выстрел по лорке и понял, что реализовывать дальше барабан просто объективно не в кого. Я решил, что я лучше откачусь и уйду на полную перезарядку магазина. Причем уйду не просто куда-то чуть-чуть вниз. А уеду совсем подальше и заеду где-то с другой стороны. И даже несмотря на скудную подвижность данной машины, вы как видели, у меня это получилось. Вот такой вот он Астрон Рекс. И понятное дело, что покупать его за 10 тысяч в голом состоянии я остро не рекомендую. Это прям дурная трата вашей голды. Поэтому, если у вас есть ТС-60 или она вам не нужна и вы ее не имеете при этом, понятное дело, не имеет смысла и Астрон Рекса отдельно себе за десятку покупать. А вот если ТС-60 у вас нет и Астрон Рекс вам нравится, то я бы рекомендовал все-таки купить набор за 15. Таким образом, вы получаете усредненно по 7,5 тысяч каждую из восьмерок в легендарном внешнем виде, открытым всем оборудованием. Еще и X5 в количестве 30 штук вдобавочку получаете. Вот такое видео получилось. Покупать или нет, решать вам. Мое дело показать машину такой, какая она есть на самом деле. И Астрон Рекс вот такой вот, какой он есть. Он может, может быть и немножко меньше может, нежели могут какие-то другие СТ-шки, но это уже совсем другая история. Побежал снимать специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.